В каждой из этих видов спорта есть сотни разных приемов, согласны? Но при этом каждый тренер учит знать хорошо 3-5 этих приемов. То же самое, я занимался дудо-сампо долгое время. И тренер целыми днями мы отрабатывали, даже неделями, один и тот же прием. Для того, чтобы вот этот бросок, например, выполнять из любой позы. Хоть так, хоть так, хоть так. То есть так отрабатывается на автомате, что я вот этим броском, одним, не надо мне знать 100 бросков. Солнышки и другие. Мне нужно знать один для того, чтобы выбрать чемпионат. И каждый чемпион знает как раз 3-5, но знает на совершенстве. И несмотря на преимущество сетевого маркетинга в интернете, почему же, как вы думаете, 600 сетевиков не используют интернет в своей работе? Как вы думаете? Сложность, ага, закапывается. Ради интереса я не так давно проводил в Твиттере вопрос, спрашиваю, что вам мешает построить бизнес в интернете? И вот там посыпалось, что я не умею программировать, не умею шоком пользоваться. И я хотел бы на эти минуты немножко ответить. Как выбить программиста? То есть, по сути говоря, что если это так важно, то любой программист станет топ-лидером. Глупо, да? Вот мне тоже кажется, что глупо. А когда я только пришел в интернет, у меня были хорошие навыки в создании сайтов. Я думаю, сейчас я создаю сайт и буду там топ-1. Я создал сайт, а что-то как-то не стало почему-то. Я думаю, а действительно ли это важно? И что действительно такого нужно? Действительно же нужно обладать вот этими навыками. Как вы считаете? Программированные. Да, пример. Если же никто вообще не знает, то, в принципе, можно всегда сделать блок и без этих знаний, да? А кто совсем отчаянен, то можно, в принципе, заказать его за 2-3 тысячи рублей. Согласны? Это достаточно просто. Это как пример с тем, что... Ну, кто вводит автомобиль? Хорошо, машина ломается. Бывает? Да, ломается. А, кто сам ремонтирует? Единица. Ну, почему бы... Есть люди, которые считают, что быть программистом важно, почему тогда не обучиться бы еще машиной монтировать? Это же экономия, да? Но при этом, не учитывая самый главный параметр, что время тратится намного больше, да? И что в это время, когда делается там блог, там сайт и так далее, можно заниматься более эффективными вещами. общения с своими партнерами, тренинги и тому подобное. Второе. Как мне быть дизайнер? Мне тоже очень много писали, что не умеют пользоваться фотошопом. И поэтому бизнес не берет. Я сам им плохо владею, если честно. И единственная вещь, которую я на блоге сделал в фотошопе, это порезал фотографию на блоге. Больше я фотошоп, но там, в принципе, не пользовался. И не знаю, зачем он, в принципе, нужен теперь. Когда я впервые сделал свой сайт, я подумал, что мой сайт не работает, а может, что у него дизайн не очень хороший. Вот я переделал дизайн, почему-то этот результат не увеличился. Странно. Вроде так красиво, заманчиво, а люди не идут. Понимаете, что это тоже как можно относиться. Третье. Как мне быть SEO-октимизатором? Я знаком с такими настоящими, вооруженными SEO-шниками. Они реально занимаются сайтом движения, как вот, наверное, сайта, целыми сутками для того, чтобы вывести его в функцию. То есть, если вы будете этим заниматься, то на сайте он может быть уже в времени. В принципе, уже не будет. И как я это решил? В принципе, я очень много о продвижении рассказывал на предыдущих конференциях по персональному бренду. И сам бы через это прошел. То есть, я изучал SEO-оптимизацию того же самого первого сайта. После того, как дизайн стал. Надо же больше посетителей не найти. Начал изучать и оптимизацию. До 5 утра сидел в интернете. Гребил только каталогом. Потому что я не учился в институте. Единственное свободное время надо было это делать. Это ночью. До 4-5 утра это делал. Семь вставал и уже в жалобности. Думал, что сейчас я приду. А там у меня прям горы желающего. Но что-то тоже никак не получалось. И в принципе, как я понял, новый блок, который у меня сейчас есть, я не занимался вообще его продвижением в принципе. Кроме так, статейный маркетинг, то есть размещение статей на других сайтах, обмен статьями, продвижение через рассылку. Я помню, что это в принципе для сетевика не такая же важная штука. И что же нужно сделать с каждым вопросом? Как сделать простую дублицированную систему, которую можно повторить каждый? Ведь мы-то даже можем всему этому научиться, да? Но вот представьте, приходит к вам институтер, да? И вывод в ту схему, которую я показывал в такую схему. Вот тебе нужно всего лишь изучить. Программирование, дизайн, да-да-да. И я видел пособия на дисках, которые, как говорится, обучают построение бизнеса в интернете. И это жуть просто. Там начинается с того, что нужно изучить, что на этот вход, потом ВХП. Это самое важное. Потом, как оформлять сайт. То есть я посмотрел, как он вообще относится к системе маркетинга. То есть там в принципе просто с начинающего веб-дизайнера. Поэтому я для себя вывел и для своей структуры определенные вещи, которые не требуют каких-то уникальных навыков, на которые в стержень дерева можно накладывать все остальные навыки и использовать. То есть для меня, главное я считаю, это блог, который можно задать бесплатно на какой-нибудь сервисе, ну либо заказать там за тысячу, за две тысячи рублей. Какая-нибудь подписка на рассылку, она по-разному может выглядеть опять же. Кто делает эту страничку, кто сделает через страницу. И рассылка. Для моей команды есть уже проект репутинговой рассылки из виде писем, который опять же каждый, причем в текстовом виде, который каждый может поменять, переделывать и по-прочему. Причем если у человека есть желание делать, например, в видеоформате, он и делает видеоформате. Это усложняет, если он в этом профессионал, если у него сильные стороны в этом плане. Если вы хотите делать в аудиоформате, он делает в аудиоформате. То же самое насчет блога. Может делать какие-то видео, подкасты, аудиоподкасты и так далее. Но это опять же зависит от того, какие сильные стороны присутствуют у данного человека. Дальше уже идет стороной соцсети. То есть я, например, единственная соцсеть использую этот вид. Я не увлажняю себя сам. Я до сих пор не понимаю, как и что делать в Фейсбуке. Это вообще страшная для меня вещь. Я единственный там умею добавлять друзей. Когда список выпадает, добавляют. Почему-то никто мне не пишет. Мне же обидно. Ну и иногда там что-то могу написать. Это очень сложно. Вконтакте тоже не особо активно. Это даже не добавляю. Поэтому, оказывается, не все вот эти вещи настолько сильно важны. И самое важное – это найти свою сильную сторону при работе в интернете. А если у вас нет сильной стороны, вы лучше используете оффлайн метод для продвижения, то просто сделайте вот эти простые вещи, которые помогут вам впоследствии еще сильнее распутиться. Семь лет назад я познакомился через интернет с Костей Харченко. Подписался на его первую рассылку. До сих пор я помню. И мне удивилась в голову одна такая фраза интересная. Для чего он использует интернет на своей работе? Сейчас сложно выразить ее, но там было сказано примерно так, что поставьте на автомат привлечение новых людей в ваш бизнес, но при этом занимайтесь штучным выращиванием лидеров. Вот это слова повлияли вот семь лет назад на мою дальнейшую деятельность. И поэтому я перестал все эти вещи усложнять и делать, в принципе, как можно проще, чтобы каждый из людей, которые идут за мной, могли меня повторить. Вам желаю того же самого не усложнять ваш бизнес. На самом деле бизнес интернет ничем не сложнее, чем бизнес через просто телефон. И для меня критерий есть оценки интернет-бизнеса. Если я какую-то вещь не могу сделать в квартире путешествия, но я никогда не беру с собой принципиально. Главный критерий того, что я в этот бизнес простой, я могу сделать, используя свой коммуникатор. Вот это единственное, что я беру с собой в подъезду. Поэтому постоянно отслеживайте, можете ли вы этот бизнес использовать с помощью каких-то простых инструментов, и могут ли повторить этот бизнес ваши институты. Спасибо. 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 Мне кажется, будет табиат. Хочу еще сказать огромное спасибо Люпче Калинину, за то, что поставила нотку свой. Попробовались? Нет. Тогда у нас еще одно небольшое, но очень важное наступление, и я 100% гарантирую то, что оно пробует свежий аппетит. Вот, вы увидели уже легенду видеомаркетинга второго Азама Грушанова. Нет, надо говорить, да? Но в той же самой нише. Честь. господина Тимофеева, который расскажет о всех секретах, как создать видео в домашних условиях, профессиональные видео. очень сильно помогает в вашем текущем бизнесе. Все ли согласны, что видео, оно уже сейчас входит в нашу жизнь? Да. То есть я уже видел то, что сейчас некоторых диспикеров, которые здесь есть, уже выложили на YouTube. Прямо вот здесь кто-то их снял, через битр выложил, и вот сейчас кто-то смотрит прямо в конференцию. И, кстати, большое приветствие тем, кто нас смотрит через интернет. И я вам расскажу вначале кратко, как у меня было знакомство с видео и вообще, в принципе, с малым бизнесом. Мы очень благодарны малым бизнесу за то, что он открыл неинтернет-бизнес, фактически. Давайте посмотрим, каким образом это вообще связано с видео. Вот 2005 год. Я туда еще был совсем уже с этим ребенком. Ну, имеется в виду в бизнесе, да? Рецептитовая фотография. И что происходило? Появился человек в моей жизни, реальный человек, не через интернет. Он пришел и сказал, классный бизнес есть в интернете. Мне кажется, такая ситуация, что бизнес мой основной, он очень сильно сдавал кредитов, долгов. Он говорит, ну, нужно заплатить там 30 долларов, приходи к нам. Я говорю, ну, ты знаешь, нужно еще походить. Я ходил к нему раз на презентацию, два на презентацию, три на презентацию. Потом понял, что это действительно здорово. Он приехал из другого города, и буквально за пару дней я увидел, как это работает вживую. Почувствовал его энергетику. Почувствовал, как это есть. И потом случился очень интересный энергетический эффект, который я вообще просто вижу, что в MLM бизнесе огромная сила. Потому что пять моих друзей, пять моих знакомых, которые потом от меня узнали об этом бизнесе, они стали заниматься. То есть пять человек, которым я рассказал. Просто рассказаться было бы здорово. Смотри, это есть выход. И это произошло вживую. Потом я стал пробовать делать, соответственно, такие же вещи, ну, через интернет, да, вот реальные продажи такие вот у меня. Эмоции при первом включении из пяти человек пять. Я пришел и сказал, вау! Они такие, ну, да, давай, классно, давай попробуем. Потому что я теперь, ну, эмоционально, да, как говорили кто-то, что эмоции продают. А потом мы уже себе объясняем, почему же мы его подключили. Второй момент, когда я стал работать уже, вот, когда эмоции полкухли. Когда я стал ходить, вот, там, пять встреч в день не говорил, мы на стороне пять встреч в день. Я уже раз, два, там, отказа, три, мне говорят, следующий, следующий, да, ну, вот обычная школа. И у меня тогда было из десяти один. Это все реальная жизнь, это не интернет. Ну, вы все это знаете прекрасно, да? У кого как, плюс-минус, и потом произошел, соответственно, переход в интернет. Я узнал, что можно все-таки в интернете что-то делать. Там была у меня такая статистика. Из двухста один. То есть я описал вот эти эмоции как мог в тексте. Я взял лучшего презентанта, который пришел, кстати, через интернет, из такой сайт «Ко мне в бизнесе» сделал команду 35 тысяч человек. Представляете? Он пришел и сделал такую вот команду через интернет. Без интернета я его не видел. Это был один из тех, кто из двухста один пришел, сказал, я буду у тебя работать, давай, ну, пойду в эту команду. Для меня это было, конечно, доказательство того, что интернет – это сила. Потому что я бы никогда человека в жизни не увидел. Он дошел, узнал, посмотрел и вошел там вот где-то от кого-то еще узнал. Но была проблема, потому что я видел, смотрите, пять, пять, здесь десять, один, а здесь двести и вот сколько же денег нужно потратить на эту рекламу в интернете? Сколько нужно создать вот этого всего? Для меня это долгое время было большой-большой проблемой. Пока я не познакомился с одним французом. Это лидер сетевой компании, очень сильный лидер, и он очень эмоционален. Давайте мы сейчас заднемся такой вопрос. Как реально можно сделать пять из пяти через интернет? Ну, знаете, поставить такую большую цель. Я себе поставил такую цель, и именно видео, оно дало возможность частично это все изменить. Почему именно Франция? Многие пытались сейчас моделировать свой бизнес в интернет через американский подход, да? Вот как смотрят там, как люди продают, там, Фрэнд Керн, там, кто еще у нас там есть? Ну, много людей, которые реально что-то там делают, вот. Но это американский подход, американский подход. А я увидел французский подход. Я увидел, как человек на ютубе, имея пять тысяч просмотров, всего-то пять тысяч просмотров, это не так уж и много, на самом деле, в течение двух-трех месяцев, он продал двадцать пять билетов стоимостью две тысячи евро. Двадцать пять билетов. Представьте, да, какая конверсия? Две тысячи евро. Для меня это было просто, как это вообще можно сделать? И я решил это дело повторить. Сейчас я расскажу, как это вообще все происходит. И, кстати, некоторые звезды российского бизнеса уже это используют. И этот подход дал мне такую конверсию, что из ста человек пять, говорит «хочу». То есть тот человек зашел на ваш сайт, причем это не просто люди, которые, ну, там, знаете, откуда-то интересно откуда, это целенаправленный, там, через контекстную рекламу. Ну, ты там, в общем, откуда-то уже, ну, не просто вот так вот с улицы, что ли, взят. На самом деле, сколько сейчас будет та же контекстная реклама? Я вам сейчас плачу два рубля за одного человека. Два рубля. Два рубля. Два рубля. Я недавно записывал видеорг, я сам увидел, что у вас два рубля плачут за одного человека, который переходит на мой пропускной сайт, естественно, дальше там уже подписывается и получает все эти видео. Давайте посмотрим, как это все происходит и вообще, что влияет на такой результат. Прямо сейчас вот вы узнаете очень простые техники, которые вы можете использовать на обычный телефон. Сейчас куча телефонов есть, на которых есть просто снимать видео. И вы можете уже прямо сейчас, потому что все лидеры, которые здесь вот сидят, абсолютно все, я зашел, у каждого посмотрел на сайте, есть видео на сайте, абсолютно у всех. У кого нет вот этих видео? Нет. Вот одного человека нету. У всех их есть, правда? На странице захвата. На странице захвата. На странице захвата. Кстати, об этом тоже. Единственный момент, где не работает такое видео, это, кстати, тоже хорошо, чтобы вы сказали, это на странице захвата. У меня был очень интересный опыт в самом начале. Я думал, сейчас я сделаю классное видео. Вот все. И у меня на странице, где человек подписывается, произошел момент, когда я увидел, что из ста человек, которые произошло, подписалось всего лишь 25. А потом, когда я убрал это видео, сделал так, что человек нажимает на кнопочки, и у него потом, ну, мне помог один мой друг, программист, тогда выезжает такое окошко, что хочу посмотреть видео, там, подпишитесь. У меня сразу выросло до 50%. То есть два раза. Но это такая фишка, можете себе где-то подметить. То есть видео работает только после того, когда уже человек дал вам контакты. Теперь к вам такой вопрос. Что вы считаете влияет на качество видео? Давайте кратко, ну, так назовем, что влияет на качество видео так, чтобы люди вам больше доверяли? Эмоции. 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 Неправильный ответ. Информация. Почему неправильный ответ? Давайте, как бы, я сейчас кратко объясню. Потому что эмоции, они у нас всегда есть. Почему-то у одного человека эмоции многое видел, но у него покупают, а другого те же самые эмоции у него покупают. Решение какой-то определенной проблемы. Вопрос как-то. Зрительный контакт. Ну, история еще не есть. Нет, ну, давайте, хорошо. Правильный, на самом деле, ответ здесь – доверие. Что вызывает доверие? Улыбка. Улыбка. Нет, ну это само качество видео. То есть, если он рассмотреть некой, что это качество. А есть качество, да и чистые, кто хрен, смотреть? То есть, качество видео... Хорошо. Что влияет на качество видео, давайте. Камера. Первая, камера? Есть. Да, записали? Камера? Нужна хорошая камера. Вторая, что влияет на качество? Вдруг. Студия. Ну, студия тоже, давайте отменим. В студии у нас должен быть там фон, что там в студии есть? Свет, что в судьбе есть, звук, такая штука тоже там, хороший звук. А уже потом мы начинаем то, что мы делаем в реальной жизни, переносить на видео, так, чтобы это работало так же, как там. Потому что если мы, допустим, записываем видео на фоне какой-то там стены или на улице, где слышно, как рядом кто-то еще разговаривает, и невозможно такое видео смотреть, хочется, что сделать это на видео? Закрыть. Сознанная проблема видеомаркетинга в том, что люди закрывают видео. Я когда сделал свою первую рассылку на новое видео, я увидел очень интересную статистику. Дошло 300 человек, и 17 человек купило, те, кто досмотрели до конца. Остальные все выключили на первые 15 секундах. И вам сейчас первая фишка. Запишите себе, что у вас должно быть для того, чтобы у вас ваше видео не закрывали. Это работает, на самом деле, без всяких там светов, без ничего. Это просто, даже если вы будете записывать, где-то здесь. Кто смотрел сериалы в жизни вообще? Смотрел. Нравится, да? Почему? Почему оно захватывает вот так вот? Там есть очень простая техника. Она называется смена кадра 10-15 секунд. То есть что-то поменялось кадрик, что-то произошло, что-то как-то изменилось. В этот момент человек смотрит дальше, а что же дальше будет? Если у вас один человек стоит, на одном фоне долго-долго что рассказывает, естественно, его выключают. И в этот момент такой вот тонкий, но очень работающий. Это называется специфекты. Они очень просто делаются. Давайте мы сейчас посмотрим, какой бюджет вам нужен для нормального такого видео. Камера, как правило, она только стоит камера. Я написал примерную цену, может быть, у вас есть какие-то другие ответы. Крутая камера. Крутая камера. То есть можно домашнюю взять, ну, допустим, за 15 тысяч там, наверное, можно найти. Нужен ли нам свет? Кто видел такие темные видео, когда человек снимается, да, и там у него такие... Ну, картинка, скажем, не радует глаз. То есть нам нужен свет. Это тоже энное количество денег. Нужен ли нам спецэффект, чтобы мы стояли за 11-ю там какое-нибудь там... Наше имя проплывало или просветило какой-нибудь продукт, который там падает, там, нужно у меня, там, ба-бах, вот, да, вот. Нужно. Задоложен вот этот вот фон. Он стоит где-то примерно столько же. Мы еще поговорим насчет, там, правильного освещения, потому что есть очень простое решение, я о нем в конце расскажу. Звук. Нужен ли нам хороший звук? На сегодняшний день в русском интернет есть единицы видео с хорошим звуком. Насколько сильно влияет наш голос на людей, когда мы с ними общаемся? Может, кто-то там вник вот так вот, да, вот, и думает, что там не произойдет, да? Или мы можем говорить ясно, четко, понятно, зайди и сделай то-то. Ну, понятно, да, что это, естественно, работает. Возникает вопрос, как данный звук сделать? Потому что вот такие вот камеры, ну, такие штучки, да, которые у меня есть, ну, когда... От трех, ну, не знаю, от 300 долларов и дороже, соответственно, от 9000 рублей и дороже они стоят. То есть у нас бюджет достаточно большой. Но есть хорошая новость. Хорошая новость в том, что мы с вами можем сделать это все намного дешевле и лучше. Лучше от камеры, до того, который у вас уже есть. То есть у кого есть телефоны, у кого есть какие-то веб-камеры, там, HD, не HD, там, 40 долларов максимум, да? Вот. Это уже можно использовать. Почему такое подойдет? Потому что на интернет маленькое разрешение, YouTube. Мы можем сделать очень хорошие вещи абсолютно на той камере, которая у вас есть. И не нужно ничего покупать. Второй момент. Есть решение света, очень хорошего, такого, которое вы можете брать с собой в путешествие. То есть вы можете поехать на остров Бали, взять с собой маленький пакетик. Не нужно брать такие здоровые, там, для освещения, да, маленький пакетик. И в этом пакетике будет весь ваш свет. Я таким образом недавно ездил в другую сторону. И вот все, что со мной было, это был маленький пакетик. Как это делать? Я расскажу в конце. То есть вот такой вот цвет, он стоит 1200 рублей. Ну, доступен для каждого человека, который, ну, живет в России. Следующий момент. Фон вот такой вот зеленый для спецэффектов, для того, чтобы вы могли сделать ваше видео, как в сериал, вот так, что, получается, каждые 10-15 секунд что-то происходило. Политали буквы, что-то кружилось. Попереленные моменты были такие вот акцентрирующие. Допустим, если вы даете какие-то, ну, описание продукта, он может вылететь, перед вами там появится. Это делается очень просто. Не нужно владеть всякими сложными программами, которые сейчас используют люди для видеообработки. Не нужно быть там суперпрограммистом. Поэтому это делается крайне просто. И последняя, вот хорошая такая новость, что звук можно сделать абсолютно бесплатно, если у вас есть ноутбук либо компьютер дома. Как правило, мы поездки берем ноутбук, либо дома у нас есть компьютер. И достаточно просто пикличного микрофона, который вставляется в компьютер. И на компьютере можно потом сделать монтаж аудио с видео в стандартной программе Windows Movie Maker. Делается, ну, буквально, вот, если вам показать это, как это делается на компьютере, за 5 минут вы узнаете. У меня есть специальное видеоурок, как это делать. То есть, смотрите, вот разница, да, вы можете подавать 200 тысяч рублей, и на сегодняшний день действительно в Москве, в других городах подобные ролики создания стоят около 15 тысяч рублей профессиональных. Олег Тиньков, да, вот показывают на его видеоблоге. Прочие различные люди, которые делают такие профессиональные видео. Почему люди используют такое видео? Почему такое видео лучше работает? Потому что на данном видео нет никаких отвлекающих моментов. То есть, когда люди смотрят на вас, они смотрят на вас. Когда вы хотите, они смотрят на продукт. Когда вы хотите, они смотрят на буквы, которые вы на них написали. Из этого появляется возможность очень эффективного взаимодействия, очень быстрого выстраивания. Потому что, когда мы с вами встречаемся вживую, в реальности, да, мы видим, человек отвлекается. Мы начинаем что-то говорить, нет, тональность как-то вот, ну, с ним взаимодействовать. И снова привлекать его внимание. Через видео мы это не можем делать, если не используем такой подход. Именно поэтому сейчас многие фильмы, они имеют на большое количество всяких спецэффектов. И вы можете делать такое очень просто дома. Как записать очень просто на такое вот профи-видео? Сейчас пойдут технические такие вот фишки, да, ну, даже не фишки, а подходы, которые вы прямо сейчас возьмете и будете использовать. Что такое VIP-си? VIP-си – это VIP, когда вот у нас есть такой вот экран, да, и мы стоим в одной трети. Я очень часто вижу у многих, кто записывает в интернет, и тех, кто здесь тоже присутствует, когда мы становимся посередине экрана. Мы стоим посередине, да, и начинаем пищать, говорить, там, вот, значит, да, делать так. Вот, просто перемещение на одну треть, золотое сечение, композиция делает так, что ваше видео начинает смотреться в разы лучше. Вы просто можете взять, попробовать записать видео. Одно вы стоите посередине, другое вы стоите вот здесь. И эта вещь, она делает очень удивительные преображения вас на экране. Особенно, если здесь что-то находится, что-то такое, что люди могут там посмотреть. У меня самый первый раз, когда я записывал, это была зима, озеро хоть холодное. Я рассказывал подписчикам о какой-то фишке, и на этом фоне было озеро, и дали там какой-то тон. Это выглядел какой-то супер клип. Я стою, и на фоне какой-то такой одежды, ну, зимней, да, рассказываю. Значит, смотрю, ну, как вообще так здорово получилось. А потом, значит, я уже изучил, узнал, что всегда люди, они снимают персоналы в одной трети. Сделать сложно это или несложно? Просто нет. Легко. То есть вы сможете это сделать уже сегодня, если захотите записать видео, например, отзыв сегодня на данный семинар. То есть это действительно очень просто. Второй момент. Смена 10-15 секунд. Что происходит в этот момент? Даже если вы снимаете без вот этих вот хромакейфонов. Вот я сейчас переместился чуть в сторону. Вы на меня смотрите. Я изменил голос. Вы тоже как-то реагируете, да? Я достал телефон, какой-то там показал вещь, да? Это тоже все работает. Вам самое главное помнить так, чтобы у вас всегда был, как называется, пинг-понг, да, что-то происходило. Если этого не будет происходить, то есть вы просто вот так вот встанете и будете говорить все это время что-то, то человек через 15 секунд выключит ваше видео очень быстро, и вы это увидите, ну, в интернете есть записи, то можно посмотреть. Очень простой подход. Теперь эффект реальности и ореола. Что происходит, когда вы записываете видео? Скажите, кто здесь уже записывал видео и выкладывал его в интернете? Просто не митирует. Мало ли, я смотрю, где-то, ну, процента 5. Вопрос к тем, кто не записывал. Почему вы это не делаете? Не умеют. Не умеют. Не умеют, не знают. А основной ответ? Страшно. Страшно. Основной ответ страшно, потому что, возможно, вы когда-то первый раз себя увидели, возможно, вы когда-то первый раз себя услышали, возможно, в этот момент мы-то задаем. Лучше бы я этого не видел, лучше бы я этого не слышал. Смотрите, очень простой подход для того, чтобы вы начали зарабатывать через интернет, через вот видео. Вам нужно просто делать это почаще. Очень просто. На самом деле, знаете, как мужцу тренировать. Да вы один раз записались, вам что-то не понравилось, вы себе отметили, галочный, ага, мне не нравится. Второй раз записали, не нравится. Что такое ореол и реаль? Вы смотрите слишком реалистично на свое видео. Вы смотрите себе слишком, ну, скажем, критично, что ли, для себя. Да вы смотрите, говорите, вот, я могу лучше, я знаю как лучше, я здесь себя знаю намного лучше, я себя вижу намного лучше, чем я есть на самом деле. И реаль, она всегда достаточно жестока. Ну, для нас. Что такое ореол? Это человек домысливает то, что он видит. Когда мы появляемся на экране монитора, когда мы появляемся на экране телевизора, мы уже являемся звездами. Многих людей на такой подход, я специально проводил на эту тему опрос. И когда вы появляетесь там, вы просто спросите у своих друзей, нормально или ненормально, хорошо это или плохо. Вот мы недавно с ним записывали вместе с Алексеем, с Василием, видео, интервью. На начале он говорил, ой, не, 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 не надо, ничего не надо. А потом показал друзьям, сказал вроде нормально вот, а потом все посмотрели, сказали вообще супер. То есть есть реал и ореол. А здесь вот нужно этот экран уловить для себя. И каким образом ее пройти? Просто практика. И вам фактически для того, чтобы увеличить ваш доход, нужно быть ближе к вашим тем, кто на той стороне экрана. Как это можно вообще делать? Кто вообще звонил по скайпу с видеокамерой? Все звонили. Не боимся, нормально. То же самое, когда вы делаете на видео, вы обращаетесь к человеку, который стоит за нашей камерой. Вот это очень простой тренинг. Вы, знаете, можете в самом начале поставить себе чеком с той стороны, чтобы вы обращались к нему, там, не знаю, маму, брату, сестру, вот. И прямо ему рассказывать, кто вас там снимает. Потом вы научитесь общаться с эфиром. Когда вы представляете себе того человека, с которым вы общаетесь, и говорите ему так, как будто бы он здесь есть. И данный подход, он позволяет сделать так, что вы будете получать ту же... У кого вообще такая эффективность со скайпом? У вас хорошо получается через скайп, ну, как-то работает? Можно какие-нибудь цифры назвать, ну, сейчас такое есть. Пожалуйста, может быть. Ну, у кого получалось через скайп подписывать бизнес-людей? Поднимите руку. Какая статистика у вас, допустим, из 10 разговоров или из 2 разговоров, примера, плюс-минус? 1 на 20 было. 1 на 20. Год 3 назад. Год 3 назад. А сейчас как? Хочу снова начать. А, то есть тогда было 1 на 20. Скажите, устроит ли вас, если на вашем сайте будет 1 на 20 без вашего участия? Да. Устроит. Для того, чтобы это сделать, вам нужно всего лишь сделать такое видео, от которого люди не будут отходить. Сделать такое видео, которое люди не будут выключать. И специально для этого я разработал целую, ну, скажем, очень простую систему, потому что любой человек, который на сегодняшний день начинает записывать, сталкивается с психологическими, прежде всего, вопросами. А потом технические. Технические вопросы, они решаются сейчас очень просто. Я нашел специальное программное обеспечение, которое было разработано не для видеомонтажера, ну, там, людей, которые видеомонтажером занимаются. Оно было разработано для фотографов. Кто вообще хоть раз в жизни фотографировал? Вы все справитесь с этой программой, потому что она рассчитана практически на вас. И там очень просто можно делать потрясающие эффекты вместе с фотографиями и с видео. То есть вы можете делать то же самое, что с фотографией, то же самое и с видео. Это удивительное решение, которое доступно абсолютно любому человеку. Когда я это нашел, я вообще был поражен, потому что у меня была такая ситуация, что я пытался делать видео, я понимал, что это работает, да? Но проблема видеомонтажа, она достаточно серьезная. То есть сложные программы. Я одну программу освоил два месяца. Потом крынул. Потом я знал другого человека, говорит, как ты освоил? Он говорит, да. Сколько времени тебе понадобилось? Он говорит, год. Супер, покажи, что ты сделал. Знаешь, пока я другим занимаюсь. Это как бы самые результаты я только не увидел. Второе. Уходит много времени. Кто слышал то, что на видеомонтаж, что прочее, на видео, знает, что уходит много времени. Есть, да? То есть здесь этой проблемы нет. У меня видео, которое я последнее делал, оно заняло создание его два часа. То есть десять минут я говорил, потом два часа я делал всякие там спецэффекты. И потом это видео на протяжении недели посмотрело около двух с половиной тысяч человек. Как вам еще обратиться лично к двумя с половиной тысяч человек? Как вы это можете сделать? Эмоционально, ярко, сильно. Только так. Если вы вживую, мне очень понравилось, когда здесь до меня наступал Питер, он говорил, «Если у вас нету сильных качеств, идите в реальную жизнь». Потому что в реальной жизни мы все сильные, так или иначе. То же самое, что если вы в реальной жизни можете хоть как-то рассказать о своей компании, точно так же вы сможете развивать очень хорошие подключения, продажи через интернет. Самое главное, выглядит на нем VIP. Вот это вот решение есть. И следующий момент, то, что на самом деле больше всего устанавливает всех, это дороговизна монтажа у профессионалов, либо дороговизна создания своей собственной студии. Мы смотрели, сколько в самом начале это стоит. Кто хотел бы сэкономить на своей студии 200 тысяч рублей? Все хотели бы. Вложить, соответственно, в это немного денег. И имейте всегда эту студию с собой, опять же, в вашем жизненном стиле. Как я в самом начале вам говорил, когда вы меня вызывали на сцену, что я себя считаю человеком планеты. Точно так же и вы, и я, любой человек может иметь с собой вот эту вот студию в маленьком пакетике или маленькой сумочке. Это очень просто. Это решение, оно уникальное. И более того, я уверен, что в ближайшее время оно перевернет.